Здравствуйте! Ну-ка, ничего? Мне кажется... Что ж, переживала. Думала, что уже всё. Зачем я приехала? Если не пойду на концерт, хотя бы... Бери моего котика! Быстро бери моего котика! Тресучка, пошла, тресучка, пошла, тресучка, тресучка, тресучка. Всем привет, ребята! Сегодня, наконец-то, я взяла в руки свой телефон и решила, наконец-то, записать для вас какое-нибудь видео. Я знаю, что это видео не идеально, потому что освещение, во-первых, не очень, во-вторых, я выгляжу не супер, но всё же не важно. Это видео одно из последних, которое войдёт в мое летнее видео. Я не знаю, говорила я или нет. Я когда расчищала свою галерею, я увидела огромное количество различных видео, которые были сняты на протяжении трёх этих месяцев, лета. И я решила, что чем снимать отдельный влог с какого-то определённого дня, лучше все эти вот влоги, которые кусочки у меня есть. Я соединю и сделаю один такой большой летний влог, неважно, там, какой-то месяц и так далее. Но я думаю, что будет интересно. Поэтому, вот, я решила сделать для вас такое видео. И это будет последним кусочком, который войдёт в то видео. Сегодня 28 августа, и я в безумно хорошем настроении. Никогда не думала, что я скажу эту фразу. Но всё же, да. Я счастлива, скоро школа, я абсолютно к ней не готова. У меня нет ни одежды, нет ни вообще констоваров. Десятый класс, всё отлично, всё супер. Я вообще планировала идти на 1 сентября, потому что мне уже надоело всё это. Но я уверена, что я пойду. Поэтому, вот, и 28 августа, завтра 29 августа, это значит, что состоится концерт Джонни в Ставрополе. Я не могла никак пропустить это событие. И поэтому, умоляя маму несколько месяцев, я добилась своего и купила билет на концерт Джонни. Я туда поеду не одна. С кем я туда поеду, вы узнаете чуть попозже. Хотя, да нет, я вам расскажу эту тайну. Я подъеду со своим best friend'ом, с Альбиной, которую вы все знаете, которая часто появляется на моём канале. Мы с ним вместе туда поедем. Я безумно этому счастлива. Я безумно счастлива. Счастлива. Я безумно счастлива. Да, я безумно счастлива этому событию. Надеюсь, что вы тоже. Поэтому оставайтесь со мной. Погнали. Еще есть один момент. Альбина сейчас находится в Кисловодске. И мы договорились с нашими мамами. И сейчас я вот уже собрала практически всю свою одежду. И мы поедем... Я поеду к ней на ночевку. К ней домой. Мне безумно волнительно. Потому что я никогда в жизни ни у кого дома не оставалась. Ну, в плане подруг. Поэтому мне немножечко так странно. Я думаю, господи, что происходит? Помоги, помилуй. Ну, так что. Вот. Я уже собрала свои вещи. У меня такая вот сумочка. Не чемодан на этот раз. Вот. И то, что я в принципе делаю. То, что решила уже. Остается только ждать, чтобы мне позвонили. Я спустилась и уехала. Кстати, я забыла рассказать, что когда мы были в Сочи, мы с мамой заказали, наверное, правильно, мой портрет. Буквально за полчаса нарисовали вот такую вот красоту. То есть, меня. На самом деле, реально за полчаса здесь прям очень четко показаны все мои черты. У меня даже, знаете, вот этот глаз чуть-чуть косит. А этот нет. Ну, вот видите? Еще такой сгиб, и он чуть косит. Вот. Даже это все тут показано очень красиво. Да. Но там кто-то орет, кто-то плачет. Ну, не важно. Вот. Но мне кажется, что здесь я выгляжу, ну, на пару лет младше. В плане, мне кажется, вот мне здесь как будто 10, может быть, 9 там. Ну, не 15. Ну, очень красиво все. Прям идеально. Даже мою ямочку запечатлили. Вам, наверное, отсвечивать не видно. Вот. И мне эпизодно нравится эта вот роспись Сочи 2019-й. Красиво все дела. Такая вот у меня красота. Вот. Это моя грязная комната. Нет, она не такая шепчательная. Спасибо за мотивацию. Я как бомжи. Всем привет. Здравствуйте. Я уже встретлюсь с ней. Я у меня дома. Я попозже покажу ее кота. Кот, конечно, суперский. Хоть я и не люблю котов, но альвийный кот суперский. Рунтур давай по альвийной комнате. Давай. Давай, сделай этот кот, типа постучись. ой, я могу отходить спасибо за внимание всем тут у меня хламбищей тут у меня шкаф шкаф тебе надо что-то повесить, кстати? нет, у меня все равно потом надо вытклась тут мама сказала что будем заниматься углубками такого еще в жизни не просветило посмотрите на планктона я его мизиной не дорисовала планктон и еще краску это старая она моей сестры почему-то компьютер лежит на улице на улице? не знаю, может его внутрь прожить надо его зарядить там на улице вот, это моя сумка это мишка на нем написано I love you и она coin какой-то стала вот, смотри, I love you вот, он такой миленький мишка пошли, пошлите пошлите какой-то плохой блогер это, это мои окна шторы это называется шторы ну, смотрите, секрет в этих шторах тут еще один штор это как-то называется тюль тюльбан? тюль а я нечаянно пела сюда корейцев прям под алькурси у меня тоже такая висит ну это видео у меня поставили алькурси потому что все за мной не так вот так мы играли в монополии кстати нифига не молчилась потому что во твоем скучно очень так пошлите мы будем делать масочки да здравствуйте ну это неправильно мне кажется я ее делаю все правильно? да правильно окей короче, сначала мы ну я объясняла до этого на это все чтобы вся грязь из твоего лица вошел ай у меня он закатился посмотри какие мы ютуберы так интересно если у нас будет после использования вот такую митилярную водичку нам надо я не знаю если это правильно но я тонеру лицо он смотри как вкусно пахнет угу он это тонер это т.к. не коммак он и у до 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 Короче, мы переменяем на переднюю. Вот, теперь у нас кожа некрасивая. Вот эта часть, видишь, у меня голубая. И в пенью голубая. Что дальше делать? Так, дальше. Я подумаю. Потом идёт масочки. Выбирай вот. Нет, одно из них. Давай, шоколадный. Перед феном сядем, потому что это очень долго занимает. Я не хочу так выходить. Почему там никого нету? Мамы с папой спать пошли. Ну ладно. А ему слегка надо? Кого? Мужу мать. Ну я не спала. 50 на 50. И прикинь, барнаул тут. Мечтать надо. И вот так вот мы будем сидеть перед феном. Как Майкл Джексон. Майкл Джексон. Давай на нос. У меня чего такая? Такая, такая. У меня точно такая же. Майкл Джексон. Майкл Джексон. Майкл Джексон. Майкл Джексон. Где же будем? Господи. Кисик. Кисик. А по низу. Крестный. Уфу, запахло. его не видно сейчас его перезовем а вот он нас уже ненавидит весь дом мы короче сделаем вот такую маску она вот так спинивается короче прикольно но на и и и и и и и Субтитры делал DimaTorzok 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 огромное за то, что она меня принялась и такое, но не важно. 29 с утра, так как Альбуша живет в Кисловодске, мы с утра пораньше поехали в Ставрополь, провели там некоторое время, то есть купили всякие штуки, что нам нужно было, мы почему-то думали, что маркер нужен для росписи, все дела. Ну, в общем, шопились, ходили по магазинам до 7 часов вечера. Концерт начинался в 7 часов вечера в рестабаре Forbes. Я, как поняла, в основном в Ставрополе, по-моему, концерты организовывают именно в этом рестабаре, но, в общем, не важно. Мы пришли туда где-то в 6, и уже была достаточно огромная очередь, как ни странно, огромная достаточно была очередь. Не так долго мы ждали, и проблема была абсолютно не в этом. Мы зашли, и у меня, и со мной была не только Альбуша, но еще и Альбушина старшая сестра, у них и у меня были электронные билеты. Вот. И, собственно говоря, они проходят вдвоем, первые, и следом иду я. У них все нормально, они прошли, мы уже одели браслеты, и я. И мой билет не проходит. Мне говорят, что ваш билет недействителен, и так далее. Я вообще в шоке, стою, не могу понять, что происходит. Я говорю, смысл, недействителен? Девушка мне говорит, ну вот так он недействителен. Я, конечно же, в шоке, я уже расстроилась. Я думала, блин, ну я приехала на концерт, ну как так вот? Я еще прям причувствовала, думала, главное, чтобы ничего не случилось, как всегда, с моим везением. Вот. Безумно, конечно же, переживала. Думала, что уже все, зачем я приехала, если не пойду на концерт, это же была моя мечта и все такое. Ужасно вообще расстроилась, уже думала, все, типа буду сейчас плакать. Вот. И Медина, старший стральбушек, говорит, давай я тебе свой билет дам. Мне все равно не нравится Джонни, просто я как бы с вами. Я говорю, нет, нет, что там туда-сюда. И она идет разбираться, говорит, ну как так, не заплатили за билет деньги такие же, 2500. Кстати, билет стоил 2500, если кому-то интересно. У нас были VIP-билеты, в эту стоимость входило и фото с Джонни, и еще и его автограф. Вот. И, собственно говоря, она говорит, у нас так же купили билеты, как все. Почему нет? Ну, в общем, мы там долго с ними это-то мучительно. Она говорит, ладно, идите, господи. Мы пошли и очень долго-долго-долго мы ждали. Я думаю, ожидание было таким большим, потому что люди, которые стояли снаружи в очереди, они еще не все прошли, по этой причине, как бы не получается, что вот, ну, долго ждали. Приблизительно, или же Джонни еще не приехал к тому времени, не знаю, в общем, что-то такое было. И приблизительно где-то около двух часов мы ждали Джонни. Но это того стоило. Мы пришли сюда в шесть, в семь зашли в рестабар, и примерно с семи до девяти мы ждали, потому что концерт не начался. Вот. И, собственно говоря, в девять часов уже начался концерт, заходит Джонни. Это вообще невероятные эмоции, впечатления. Я их запомнила до сих пор, вот я под впечатлениями всем рассказываю, как это было клево. Когда он зашел, я думала, господи, неужели это правда, неужели я стану на этом концерте? Человек, который вдохновляет, у которого прекрасная музыка, прекрасный человек сам по себе. И мне как-то хотелось пойти на этот концерт, послушать его вживую. Ну, я думаю, что не стоит объяснять, у всех есть какие-то свои кумиры, которые хотят, на концерты которых все хотят пасть. Вот. И я была безумно счастлива, и я прям думала, господи, ну неужели это правда? Вот. Вот как-то так было, я вообще прям была в шоке, что это правда. Вообще прекрасный был концерт, и позитивный Джонни весь, прикольный. В общем, все ожидания произошло. Так что было вообще очень круто. После обладателей в Айпи билетов должны были пойти, сфоткаться и все такое. Мы прошли, мы сфоткались, я обнимаю Джонни. К сожалению, видео нету, но есть фотка, поэтому да. Вот. На самом деле, знаете, что самое интересное? За день до этого я смотрела видео, где Джонни говорит, что он не любит фанаток приставучих. И я такая захожу, смотрю, Альбина, если он уже обнимается вовсю, я думаю, блин, мне обнять или нет? Но мне как-то было странно, что какая-то девочка чужая обнимает, человек, который в первую жизнь видит, да. И, собственно говоря, я такая захожу, не знаю, что делать, и мне медийная старшая сестра Альбина говорит, обнимаю, что ты стоишь. Я обнимаю, говорю, я ему сказала, ты лучший. В общем, да, мы сфоткались, было очень прикольно. Это вообще невероятные эмоции и впечатления. Они останутся в моей памяти до конца, я думаю, что до конца моей жизни. Вот, и сейчас я вам покажу, собственно говоря, автограф. Вот, вот такая вот штучечка, и тут вот автограф Джонни. И фото у меня, к сожалению, нету. Фото есть, но распечатанного нету. Фото я вам вставлю в видео куда-нибудь. А я вам покажу, вот, у меня, я себе приклеила, у меня есть такой альбомчик. Я себе приклеила его с концерта билет и нашу сальвовшую фоточку. Так что, вот так вот. Я что хочу сказать, что всегда верите в свою мечту, всегда идите к своей мечте. Никогда не думаете, что это нереально, это невозможно, в мире нет ничего невозможного. У вас всё получится. Мечтайте, любите, делайте всё для того, чтобы ваши мечты исполнялись. Я думаю, что обязательно кто-нибудь из моих подписчиков также попадёт на концерт своего кумира, так же, как попала я. Поэтому я вас всех очень сильно люблю, и всем до нового видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok